Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сейчас находимся в районе Ильбизар И я решил поговорить на тему последних данных по уровню дохода, которые буквально 30 ноября опубликовали Это доходы, связанные с разбивкой по провинциям, где хорошо живется, где не очень хорошо живется Начнем с того, что согласно данным статистики Канады, уровень дохода у канадцев вырос примерно на полпроцента Если мы говорим по разбивке по провинциям, то у нас лидирует северо-западная территория С средним доходом 73 тысячи долларов Дальше на Навуд 65 тысяч долларов Потом себя очень-очень хорошо чувствуют по-прежнему Альберта 58 тысяч долларов в средние опять же у нас зарплаты Все же остальные провинции у нас, даже если мы говорим про Антарию с их 50 тысячами Все остальные провинции у нас живут в районе 44-48 тысяч долларов в год Вот, в общем и целом, планируется снова повышение заработной платы дохода Примерно на 5-6 процентов в ближайшие несколько лет Но как бы то ни было Если мы говорим про уровни доходов по разным индустриям То больше всех зарабатывают те, кто работают на добыче Всякие там нефти, газодобыча, работа в шахтах и так далее Приносят в среднем, человек, который работает в этой отрасли, порядка 107 тысяч долларов Я считаю, очень даже неплохо Те, кто работает на строительстве, получают в среднем порядка 62 тысяч долларов Те, кто работает в магазинах, в ритейле, у них все очень грустно Они получают в среднем порядка 29 тысяч долларов в год Те, кто работает в транспортной отрасли, на складах, они получают порядка 52 тысяч долларов Те, кто работает в финансах, в страховании, их средний доход составляет порядка 62 тысяч долларов Те, кто работает в real estate, то есть брокеры, агенты по недвижимости и так далее Их средний доход составляет порядка 48 тысяч долларов в год Люди, оказывающие профессиональные, научные или технические услуги Они в среднем получают порядка 69 тысяч долларов Люди, работающие в системе образования и воспитания Они получают в среднем 53 тысячи долларов Те, кто работает в искусстве, в отдыхе, в системе развлечений Да, но там, типа, в каких-нибудь музеях, центрах досуга и так далее Они в среднем получают порядка 30 тысяч долларов И, соответственно, люди, работающие в паблик администрейшн, 63 тысячи долларов Самая нехорошая зарплата, самый нехороший уровень дохода Это те, кто работает в системе доставки пиццы В системе размещения людей, помощи размещения в гостиницах и так далее Они всего-навсего получают 19 тысяч долларов в год Вот такие вот нехорошие, так сказать, уровни доходов Что еще? По должностям, которые, в общем и целом, являются популярными И сколько они зарабатывают Если мы говорим о тех, кто работает в клиентской службе Они в среднем получают 45 тысяч долларов в год Если мы говорим про медсестер Которые нормальные, полноценные медсестры Так называемые registered nurses Они получают порядка 45-87 тысяч долларов в год Продажники Те, кто работает на уровне помощников, начальников отдела, условно говоря Или старшие менеджеры по продажам Ну, опять же, не менеджеры, а старшие торговые представители Как-то вот так Они получают в диапазоне от 20 до 42 тысяч долларов в год Простые торговые представители Разброс очень-очень немаленький Они получают от 34,5 тысяч долларов до 83 тысяч долларов в год Проект-менеджеры Менеджеры по проектам Они получают от 24 до 40 тысяч долларов Значит Люди, которые работают помощниками начальников, больших боссов Они получают от Опс Еще рано поворачиваю Они получают от Изначально, я поворачиваю, оказывается От 36 до 69 тысяч долларов в год И Те люди, которые работают в продажах Которые ведут важных клиентов Так называемые account executive Они получают от 34 до 77 тысяч долларов в год В общем, такой вот расклад По индустриям, по провинциям и по профессиям Дальше, собственно, принимайте решения С кем вам быть, где вам быть, когда вам быть и так далее А я за всем откланиваюсь Всем желаю классной рабочей недели Хороших, так сказать, зарплат И огромных трудовых подвигов Да, всем откланиваюсь Всем хорошего дня и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok